Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 августа. Вот все, что я вчера сорвала, принесла домой. Сегодня я разрезаю и выпотрашиваю томаты. И вот когда мне попалось чудо земли, дошла до ведра с чудом земли, я вспомнила, что в последний раз, когда я делала дегустацию во время последнего видеоролика, мне пришел комментарий, написали, что это у вас не чудо земли, чудо земли должно быть сердцевидное. И я вот, вспомнив этот комментарий, решила сейчас снять более подробное видео про описание чудо земли, потому что это сорт прекрасный, достойный сорт, вот с такими, ну классический русский томат, вот такой вот классическая форма, плоско-округлая, розовые, малинового такого даже оттенка. И я прекрасно понимаю, почему люди пишут, что они должны быть сердцевидной формы или там это не... Потому что у нас сейчас почему-то очень-очень распространено, что под... Ну, купив вот, например, какой-то сорт томата, почему-то вырастает совсем другой. И я, кто смотрит все мои видео, тот прекрасно знает, что я чудо земли пыталась вырастить в прошлом году. Также взяла вот такую же пачку, они у меня выросли. Огромные, я уже их в каталог поставила, огромные плоды, начали уже буреть. Я думаю, ну точно, все, сорт у меня этот есть, можно считать, что чудо земли я заимела. Но когда они начали спеть, они почему-то у меня стали красного цвета. Мы покраснели, и я поняла, что это не чудо земли, потому что чудо земли должны быть малиновые, а не розово-плодные. И некоторые не могут, я вот сейчас еще про оттенки расскажу, некоторые не могут понять, то ли это красный, то ли это малиновый. У меня вот есть индикатор показателя цвета. У меня вот русский богатырь или, например, ринет, жаростойкий. Классическо-красный цвет. И когда я сомневаюсь, какой розовый это томат или красный, потому что бывают такие оттенки, смешанный цвет, я подставляю красный томат. Вы видите прекрасно, что все, тут уже даже сомнений нет. Вот это розовый богатырь, классика красного цвета, томата красноплодный. Я по нему, он у меня индикатор цвета. Вот подставила, все, значит, а хотя когда красный, ой, этого русского богатыря убираю, и вот так издалека посмотришь, непонятно, вроде бы они красные. Вроде бы они, и я вот когда снимаю, некоторые люди не могут понять, какого цвета томата. У меня еще здесь лампа дневного цвета, она немного цвет искажает. Вот можете посмотреть, какой должно быть цвет настоящего чудо земли. Вот такие вот розовые, прям с малиновым оттенком. Вот на картиночке здесь, на пачке, они более светлые нарисованы, но вот когда они вызревают хорошо, они вот такие малиновые. И сейчас я опишу, прочитаю описание, чтобы подтвердить, что это действительно чудо земли, и что чудо земли, оно не сердцевидное, а именно классические, вот такой формы, круглые, плоскоокруглые. Среднеспелый, индотерминатный сорт с громадными малиновыми чудо плодами. Так что чудо земли, именно вот такое должно быть малинового цвета. Если у вас вырастет какой-то, как у меня в прошлом году, громадные плоды, но красного цвета, будьте уверены, это не чудо земли. У меня до сих пор эти семена лежат, не знаю, как они называются и куда их девать. Растение высотой до 2 метров, прекрасно подходит для выращивания в теплицах, в открытом грунте, с обязательной подвязкой к опоре. Плоды очень ровные, заметьте, округлоплоские, насыщенные розовые окраски, супер крупные массы, короче, такой-то нежного десертного вкуса. Дальше я все это читать уже не буду, но мы поняли, что сердцевидного чудо земли не может быть. Чудо земли именно вот такой классический, круглая форма, плоско-округлая, хорошие, большие. Вот это вот я последние сейчас уже снимаю, потому что они у меня в теплице, вы понимаете, что уже давно идет урожай, нижние кисти уже все давно выпотрошены. Я сейчас вот разрежу, хотя я их не хотела разрезать. Эти две помидорки я оставила, чтобы они полежали в архив семенного фонда их. И, конечно, чудо земли это бифтомат. Конечно, он многокамерный, конечно, он мясистый, конечно, он сладкий. И вот это вот еще они не до конца дозрели, но когда они поспеют, вот эти, видите, малиновые разводы, они будут более явные. И он, малиновая окраска, перейдет внутрь плода тоже. Нет внутри у него при хорошем, ну, при нормальных условиях, которые ему нравятся, в средине плода не должно быть никакой белой сердцевинки. У него не должно быть никаких непрозрелых вот здесь вот у жопки пятнышек. Одно томатное мясо, все равномерное, такого розового, нежно-розового цвета с малиновыми расплывами, размывами или как. Так, все, вот это чудо земли, вот это настоящее чудо земли. И сейчас, как я уже говорила, я сейчас вот с этих томатов положу в архив семенного фонда, чтобы если, например, потеряется или что-то, я могла всегда восстановить этот сорт. Потому что вот этот, теперь я знаю, это точно чудо земли. Чудесный томат, очень урожайный. Мало того, что он крупный, он еще, у него выход большой. И все плоды вот такие вот, как сказать, все крупные, все хорошие, нет склонности вот к махровым цветочкам. Нынче весной плохие условия, труда, ой, труда, выращивание у нас было. Весной же был мороз все. И многие дали на первых кистях махровые цветы и уродливые были бы плоды, я их отщепнула. Но чудо земли, вот оно, махровости у него нет и все плоды ровненькие. Вот видите, сейчас уже эти, это, конечно, ясно не нижние кисти, верхние, как я уже говорила, но все равно они такие прям тяжелые, плотные и очень вкусные. Вот сейчас буду выбирать семена, а вот эту мякушку съедать. Все, до свидания.